продолжаем продолжаем сити фу сити skyline но у нас произошла проблема последняя серия у нас записалась а сейф у нас почему-то не записался в общем как видите я потерял часть индустриальной зоны потерял вот тот хайвей который я сюда строил железную дорогу в общем тут потерялась с мусором я до сих пор борюсь вот но но что произошло я уже сказал в подкасте что поломал его и восстановил значит я поставил пачку модов один из модов которых я поставил это мод час вот у нас тут уже есть вот темы вот темы то есть можно менять темы с вот сити виталс поставил да то есть основные показатели вывел что дает темы темы это присоставлены такие наборы домиков вот тем менеджер да вот возьмем резидента шелло удара сидящий домики и здесь у меня есть список видите всех домиков которые могут расти соответственно вот в резидент шеллоу сами детей какие-то домики отмечены вот просто ставите их вот так вот и в этой зоне будут расти соответственно вот видите вот такие домики значит они будут расти разными уровнями меняться если мы возьмем например там террасные дома да посмотрим так много разных это все от одного ну тут разные есть шопы отели мотели то есть вы просто собираете набор домиков видите это вот результате самая не резидент шелла хайдэс антикоммершал да что тут еще есть вот лоу дэнсти коммершал есть лоу дэнс вот что тут еще где-то были даже по моему индустриальные не надо нету а нет вон проскакиваете индустриальные фермерские то есть вот фарминг ну тут изображение недоступно но вот агрикалчуру процессе видите есть разные все просто набираете домики в тему и они растут у вас по городу вы можете распихивать разные темы соответственно разный визуальное оформление будет у ваших районов вот это такой интересный мод дальше обновил мод трафика вот как видите вот здесь вот народ кастома и стул то есть то как я уже рассказывал вот вы можете менять направление движения указывая берите перекресток и можете указать кто куда едет такие машины очень интересно дальше трафик президент значит это бывший трафик плюс обновленный позволяет вам указывать перекрестки нерегулируемые давать по главным второстепенным дорогам светофоры ставить управлять светофорами что самое главное он включает в себя умный а и трафика которые занимают например две полосы а не одну видеть его с двух сторон сейчас повернули короче это дальше поставил расширение это что такое значит это поставил расширение дорог то есть немножко больше у меня разных дорог появилась возможность строить про апдейтил я вот эти дороги ведь они здесь поворачивают то есть пробок практически нету если посмотреть то есть видите я практически избавился от пробок вот начиная отсюда заканчивая вот здесь местностью я все вот это проапгрейдил изменил то есть здесь я сделал дорогу во первых побольше вторых я снял вот этот скос сюда потому что нет смысла те кто хотят ехать могут отсюда поехать вот сюда и заехать до прямо близко но зато хоть и трафики разнесу я посмотрел проанализировал они все едут сюда ведь они все и отсюда сюда никто не поворачивать потому что это в принципе поворот такой кто-то отсюда может назад поехать но если вдруг ему надо либо либо может туда же развернуться а возможно даже есть смысл в этот перекресток сейчас по по изменять здесь он светофором стоит да а можно например сделать так что вот это и вот это вот дороги это главное это уступи дорогу то есть светофора здесь нету но и теперь они не будут вот эти которые это не не будут остановиться нет прямо они на второстепенную дорогу вываливают и не будут дать светофора который никого не пропускает то есть светофор здесь не нужен на самом деле видите и не все повалили сразу он не перестраивается на полосу иногда вот и даже вот исходя из этого я сейчас проверить вот видите здесь была красненькая стала вообще такое его видите все меньше 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 красного то есть отлично вот управлять дорогами трафиком с помощью таких перекрестков здесь тоже достаточно плотное движение конечно но она лучше чем это были километровые пробки вот сюда то есть я здесь сделал такие вот образ а нет вот здесь и сделаете здесь и сделан главное чтобы они сюда не поворачивали а здесь у меня управляют здесь у меня никто не управляет странно я даже не доделал ну ладно посмотрим а вот это я плац здесь главная дорога а вот куда она входит главная и откуда она главная наверно 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 отсюда главное эти второстепенные что это вот таким образом то есть я разнес мусор сжигательный то есть я поставил сейчас мусор сжигательные заводы я поставил аддоны на электричество и платформы подстанцию старый вот solar power колор по угольная станция 73 офшорные платформы для треки такие мне не больше нравится по водичке поставил здесь большой ватерпамп и здесь есть такие вот мини ватерпамп station и large water tower да то есть такая вот если надо будет здесь добавил recycling центры большой и малый и два больших и малый завод то есть подбавлял всякой мелочи тут вот английский gp витейке medical practice соответственно появилась точно такая же и key fire station и по-моему police station да или даже тут нет тюрьма да вот появилась то есть я вот добавил школы не трогал добавил только вот этот они университет был с трафиком управлением тут по моему не особо добавлял вокзалы по добавлял тут мне нравятся эти трамвайчики все такое самая большая часть изменений коснулась вот здесь в рельефе добавили здесь props и которые можно непосредственно ставить самому из всех пропсов мне нужны были только парковые части для того чтобы сделать красивые парки и ну и фонари классные можно оставить а так пока больше ничего симптрографер обалденная штука которая создает карту вашего города вектором она внешний сервис запускает и там вот генерит реально карту как вот атлас ну ну очень 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 круто вот здесь у нас дополнительные инструменты в рельефа это еще были давить он работает как-то странно ну да ладно здесь политики так все остальное у нас было ну в общем папа по ходу дела будем смотреть что у нас там я включил день и ночь смену с мусором у нас также пока продолжаются проблемы хотя нет потихоньку заполненность а где эти самые делись а вот они до состояния сжигания отходов но в принципе более-менее электроэнергия водопровод канализация свалки по максимуму используются ну проблему преступности нет крематория хватает начальный школ образования проблем здоровья в принципе еще более-менее ничего так и наступила наша ночь и я вот вспоминаю в прошлый раз построили сюда железную дорогу доход у нас сейчас 3 200 денег 280 208 тысяч я пока вот думаю то есть то что железную дорогу надо строить но наверное и надо строить как-то по уму все таки выводить сюда сейчас будем смотреть там где наша жд дорога old brick station есть такое это у нас modern central station нам нужен грузовой терминал я грузовых терминалов пока не добавлял модовских это только пассажирский у нас типа лондон поэтому нам понадобится много разных таких вот интересных вам замок так теперь у нас железная дорога появилась правда темной нифига не видно давайте чуть выше сделаем нет давайте просто сделаем плавный спуск так сейчас я пока отключу смену дня и ночи потому что ну как бы неудобно когда вы строите это неудобно так есть gd сняли ну и мы с вами прошлый раз и решили что она будет по прямой кроме прямой я тут еще поставил мод для этого не так кидает который позволяет не знаю работает он для этого или нет да вот если сдвинуть vitals видите анархии включается control а анархия заодно видите он расползся он позволяет вам строить рельсы под большим углом например чем вы могли до этого то есть если вот видите слишком близко то есть вот он не дает вам 40 там на то при анархии он вам позволит построить не знаю что он так прыгает сетки не сильно прилипает чем не прилипает к сетке но смысл в том что можно строить вот видите такие плавные переходы вот вот с анархией вот такой вот построить можно моему без анархии у нас такого с вами построить не получится видите не дает то есть угол должен быть гораздо больше про просто физически не дает то есть надо уводить гораздо дальше даже если я возьму чуть ближе вот вот так то есть красивые плавные переходы как вы понимаете не получится а с анархией вот очень даже все можете сделать потом вот так только она тут пока ерзается привязку сейчас уберем вот сейчас когда сильно длинно потянул ну вот например сюда видите очень рядышком спокойно можно то что такое сейчас просто выбираю неровную дорогу сначала выбрал близко все таки все таки близко надо было чуть дальше и построить вот так видите то есть он создан длинный такой красивый переход то есть можно дальше взять и пойти себе прямо рядышком включимся так вот так и вот так то есть вот видите у нас получается красивая такая стрелка если я хочу я могу сейчас я думаю сделать спокойно смело видите переход под любым углом вот поп и соответственно также в обратную сторону сдуть его на такой это я зря поставил третий кусок нам третий кусок не надо ну вот как то в обратную сторону правда гнет ну вот пускай так будет вот без анархии мода вы такое не сделаете да иногда увидите но не всегда работает во первых а просто высота у нас здесь разная поэтому он и выровнял так ну окей но в принципе работает давайте добьем уже здесь с анархией давайте выделим какой-нибудь красивый отрезок ну вот красиво сюда зашло так а здесь пока так и оставим вот то же самое с дорогами но с дорогами на работает хуже но можно строить улице под 45 градусов и меньше чем по 45 градусов пересечения думаю для архитектурных каких-то решений это будет гораздо интереснее также как я говорил прошлый раз значит сразу ветку надо пустить вот control анархии включаем вот сюда вот такую красивую веточку сейчас мы выровняем так сверху нет это далеко взял 2 и 9 и тут 30 а дальше мы возьмем прямую и погоним 15000 нормально пускай вот так сюда да немножко криво но никто не говорил что должно быть совсем идеально ровно относительно границ вот так здесь есть и тогда мы знаем что нам же надо и сюда и и дотянуть потому что выходы тоже будут здесь какие-нибудь такие сейчас плавные нет надо дальше вот сюда и вот вот теперь красиво это все вот построили отключаем анархию пусть себе поезда ездят потихонечку дерево выросло ну да ладно так грузовая станция карготранспорт 62 100 радиус поезда тоже тут вот кстати вот конка advanced week option я могу выбрать любой тип транспорта видите грузовой транспорт обычный отключил до оставил вот от модов вы можете здесь модифицировать варианты цветов если в этом очень хотите но вот должен приехать марсовский поезд я не знаю когда он к нам приедет и приедет ли вообще со всеми этими модами но в концепции оно должно работать так я надеюсь что мы все-таки ближайшее время увидим нету пока спроса и там я тоже не вижу чтоб кто-то ехал может быть конечно это и влияет на то что я отключим грозовые поезда но эти аллах выкал то спаун то есть capacity 15 здесь точно такой же но то есть драйвинг не знаю паркет ну короче не знаю я с этим модом еще не разобрался поставил мне понравился показался интересным ну думаю ладно так хорошо теперь смотрите спрос соответственно меня вырос по трафику по трафику начало здесь немножко видите забиваться здесь понятно не надо будет переделывать набережная пока проблемная значит нужно коммерческие зоны коммерческие зоны это стоимость земли в принципе хорошая как бы разбить я хочу вам показать как работает вот эти вот темы дистриктов разных давайте мы с вами вот эту дорогу мы сделаем во первых другой мы и за апдейтим так где вот мы и за апдейте видите она двухполосная двухполосная с бульваром это трехполосная но с велосипедными дорожками а вот мы сейчас возьмем видите шестиполосная дорога с травой есть шестиполосная для велосипедистов я не думаю что велосипедисты будут по этой дороге ездить трава я тоже не думаю что нам нужна а вот автобусные допустим отрезки я бы например оставил мой апдейт вот вот видите бас такси то есть две полосы в ту сторону бас такси хотя это общее может еще да дальше у нас только шоссе вот есть у нас смотрите восьмиполосная но она без дополнительных шестиполосная стану пускай будет бас давайте мы ее за апдейтим сколько там нам денег будет стоить но в дальнейшем я думаю она нам окупится всяком случае по этой дороге мы спокойно проезжать автобусы без вопросов вот так да есть есть такое и дальше я ее поведу эту дорогу без апдейтов просто так по прямой стоп там озеро ну давайте возле озера остановимся озеро у нас будет каким-нибудь парком мы тут сделаем красиво а последний отрезок стрит-лайты а это я выбирать могу эффект стрит-лайтов какие уличные фонари я хочу туда повесить ground light board medium аэропорт нейтролайт стрит дабл стрит-лайты 40 это понимаю bridge pillars колонны то есть если или вы это это какие колонны я выбираю то есть как они выглядят будут ну интересно смотрите а ну сейчас в эту сторону вот здесь видите другие колоти самые фонари смотрите здесь такие фонари а здесь вот такие то есть я выбрал те специально сейчас кусочек оставлю чтобы когда потом наступит ночь мы увидели то есть она действительно поменяет нам на другое хотя мы ночью отключили с вами ну да ладно так 8 с так вокруг парка пойдем сейчас то есть мы потенциально мы там сделаем парк должно же у нас быть красиво в конце концов без гипрески не хочу мягкие переходы сильно то более-менее вот так пускай будет будем считать что это окей да мягко окей там будет парк а вот здесь я сделаю жилую зону здесь я сделаю жилую зону и автобусное шоссе я пока оставлю 60 почему бы не сделать вот так потому что мы туда не влазим блин это у нас что было это у нас старшая школа 2 мы тебя передвинем вот сюда а дорогу мы с вами сделаем вот сюда ну чтобы не плодить рядом перекрестки да вот пускай так и будет теперь а здесь я сейчас сделаю такой как бы дистрикты интересны давайте я сразу наверно намалю его тут вот у меня будет район пока такой пока тут джон миллиметром ну пускай там будет и мил парк я возьму темы скажу что дайна и был там ну темы менеджмент а и и и и и если я правильно помню моему дтч хаос но сейчас мы посмотрим сами дтч эти не загрузились две схемы почему-то нет это не дтч как они назывались ага террасные дома все это не дтч вот терраса 1 терраса 2 видите юкей террас левел первый пятый левел первый пятый вторая ну давайте мы то есть они в обоих темах будут строиться это когда-то всем сети 4 было когда выбирали 4 вот среди архитекторов кто помнит там вы выбирали среди четырех стилей в которых строить вот где-то здесь то же самое а проблема то что нам нужно много индастриала пока но ничего теперь мы перейдем на дорогу какой-нибудь поменьше ну вот например четырехполосная с деревьями и строить я буду достаточно плотно на самом деле сейчас покажу то есть дорога моя будет вот так что ты делаешь ошибся на одну вот так будет моя дорога облачок будет где-то в половину то есть я не выделяю как бы полный блок такой двойной вот как раньше да то есть мы делали здесь потом тут аж вот здесь поворачивали нет я буду поворачивать ближе то есть я буду поворачивать не где-то вот здесь нет вру вот где-то нет это здорово сейчас то есть вот он половину должен то есть перекрыть часть должны да вот так там что-то сколько два четыре шесть восемь клеток в длину высоту два четыре шесть вот где-то должно тоже восемь клеток остаться два четыре шесть четыре шесть восемь вроде вроде правильно еще раз три и тут четыре семь на одну вот так и тут тоже должно быть восемь да вот смотрите то есть районы получились в принципе меньше чем мы стандартно делаем но если сюда сейчас засадить вот этих вот ахамонов так так электричеством сейчас тоже не хватит да плюс спрос небольшой но я хочу чтобы выглянули как они начнут расти если они конечно начнут расти нет наверное не расти не начнут по причине небольшого спроса так ладно да мы сейчас пойдем все-таки достраивать зону новых решений для индустриальной постройки так сморт фоллэйн грудь вот так ну и пополам рассечь и застроить попрятся она сейчас поперлась хорошо соответственно надеюсь и тут пойдет что-то не не хочет ладно идем дальше пока но там думает мы будем строить дорогу дальше такими небольшими районами похоже опять же на концептуальную постройку sim city 4 там вот мы такими блоками 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 строили на 8 может быть это не очень интересно с точки зрения архитектурного решения наше делать смотрим создадим сюда здесь две легких коммерции если все пойдет правильно но должно построиться куда ты уехал мил парк в этом районе никто не живет так здесь все есть ну чё такое электричество ну окей в принципе есть так а здесь все застроилась да вообще без даже без намека без намека на какие-либо варианты не достроя продолжаем дальше наше наши веселые старты так ну чё там с коммерцией ох по моему первый поперся смотрите электриста нет видите они вот такими блоками растут не как те да не отдельными стоящими домами там еще как то да не вот такими вот кусками да они вместе вот такими блочками красивыми застраивают просто целый район то есть они вот сейчас если достроят домик они полностью закроют вот видите сейчас будет оп видите как они хитро они вот такими вот блоками будут строить у которых внутри в центре пустота и это интересно потому что здесь очень много домов которые на самом деле построены вот таким вот образом что удивительно но таких много а где ж место занято даже если я тебя сюда поставлю а это на дорогу прямо ну вот так запитали мы домами вот вот видите полностью достроился блок домов вот во дворе вы можете разбить парк несмотря на то что они полностью заняты видите то есть вот эта центральная часть теперь стала оп ничейная вы можете построить какой нибудь парк снести один домик там я не знаю что вам в голову придет то есть парки здесь достаточно большие поэтому хочется иметь какой-то маленький небольшой парк но видите его такого нету поэтому можно брать какие-то модульные вот отсюда или деревья и просто засаживать где-то у меня а вот здесь вот есть какие-то интересные по моему решения я вот сейчас не помню он просто скидывает каждое в свое отдельную вот у нас теннисный корт какой-то нет куда же он запихнул их а где-то аж были парки небольшие а вот дальше просто модульный парк то есть вы к нему можете дорожки сделать и он там сам станет будет допиливаться вот вот санкин плаза видите она не становится она хочет к дороге стать поэтому придется нам этот парк создавать руками в виде просто посадки там я не знаю сосен вот так вот сосники растут водички вам не хватает видите сразу сосны поставили и воды стало не хватать так доступность канализации канализация значит 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 где вода ну лей лей дальше так водопровод давайте сделаем водопровод какой-нибудь красивый такой из башни ага она шумит сильно да тут все загрязнено у нас нет нет давай наверное соси дальше из реки это будет самым правильным вариантом на данном этапе жизни моего города так все здесь успокоилась здесь ну видите потребность не большая нет хотя есть выросла но вот такие вот когда они все застроятся это будет интересно и красиво главное что у нас останутся между домами широкие такие вот проспекты видите то есть трафика должно быть немного ну вот трафик пока создается здесь а это запарковано уже вопрос в другом вы хотите но вы не строитесь почему давайте попробуем еще эксперимент сделать с дорогами и с промышленной зоной вот так сейчас посмотрим строим промышленную зону еще еще воды и она опять как на дрожжах полезна ты посмотри а вот еще одна зона построилась да видите одну индустриальную зону блок добавили добавились домики такие информация кстати вот стоит мод который это detailed view или как то он там называется health короче показывает все детальные вещи еще что-то пишет я не знаю я не разбирался первый раз сейчас открыл мне не понятно почему если ты хочешь коммерцию почему ты ее не строишь хорошо давайте мы сделаем тебе тяжелую коммерцию ну то есть а здесь делаем легкие жилые кварталы вот жилые кварталы поперли легенькие видите то есть нормально у него спрос появился а коммерция чего-то не лезет вот у меня иногда было такое что индустриальные постройки не строились приходилось там перезагружаться кстати давайте сохранимся еще раз это london renew ой что я пишу а вы молчите london renew правильно сохранить и использовать steam cloud steam cloud steam cloud ну вот сохранилась вот достраивается то есть вот такие вот домики мне очень нравятся вот это реально похоже на suburban ну greater london так скажем так то есть не центральная часть а вот там где я живу ну у меня больше separate villas да но есть вот такие вот блоки 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 очень прикольно смотрятся как для лондона действительно вот оно city skyline добавляет аутентичности давайте мы в готовые дома поставим какие то не знаю тут это трава что там крутится какие нибудь здесь деревья это кусты что тут у нас есть какое нибудь дерево это random rotation мод который рандомно разворачивает давайте чтобы у вас они были не одинаковы тут какая нибудь трава пусть растет а на траве пусть такое красное дерево здесь красное дерево будет побольше какой нибудь елка стоит и ой нет страшно какое то дерево пускай такая елка стоит там здесь у нас чего здесь стандартные деревья которые не стандартные они поинтереснее вот так если он еще был не random rotate а random scale такой какой нибудь небольшой именно ну вот может даже я не знаю сейчас попробовать сюда какую нибудь детскую площадку фигачить кому то во двор подарок сделаем здесь карусель детская и там вот такая о пусть детки покатаются там тут песочницу качели ну нормальная думаю да да небольшая песочница и качели во дворе вот для этого я и хотел этот мод поставить то есть можно такие вот создавать парки это красиво это действительно так как то добавляет своей красоты ну вот 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 такие блоки получаются что-то коммерция не растет а интересно так для эксперимента есть ли коммерция здесь а здесь она вон моментально пошла то есть она просто выходит надо убрать ее сейчас отсюда просто выходит что она далеко от камера этих самых ммм от зоны промышленной вот раз она далеко от зоны промышленной давайте попробуем ее чуть-чуть приблизить к этой промышленной зоне каким образом вот таким образом где место уже занято а вот здесь да придется меньше брать мостик потом просто расширяться вот так и сразу его заапгрейдить как мы сделали а зараза не дает да таки потому что улицу забрать а здесь все равно ладно давайте главную центральную улицу здесь надо будет потом убрать передвинуть просто у нас здесь кое-что стоит медцентр больница да вот сюда сейчас мы переставим здесь школа да вот так сюда школа а здесь расширим зону вот теперь у нас получилась здесь большая трасса к новому району все-таки я пока не понимаю почему что там нам мешает ну да ладно это боттлнэк такой получается слишком место занято кем оно занято а по-моему оно занято набережной что-то у меня ощущение что оно занято набережной так стоп угу да вопрос теперь а верну ли я ее набережную то не верну слишком низко ну и ладно значит будет здесь прорезь такая зато у нас одна большая трасса но здесь пока все равно не построилась ну и ладно а я ж не довел трассу до конца конечно не построится нелогично строится когда она не доведена до ума вот так сделаем а теперь смотрите на вот вот раньше мы не могли так пробить дорогу если я включу анархии видите я ее спокойно построил вот правда вот это вот мне не нравится вот это вот это вот вообще непонятно что поэтому на дорогах для меня анархия работает плохо зато она работает хорошо на жд вот на ждшке она работает замечательно вот видите вообще какое-то странное сочетание получилось и мне это не нравится так поэтому делаем перекресток вот такой и пусть он будет себе там таким о кстати мы здесь можем сразу и довести до ума дело вот отлично и она по-моему еще одинаковая да одинаковая все супер есть надежда что все таки это короче чем как-то вот сюда аж ну это мы будем проверять уже в следующей серии на этом пока опа видите как вот видите вот оно и глюкается ну ладно посмотрим я надеюсь что оно не сильно вылетело всем пока а а не не не